Июль не перестает удивлять жителей страны погодными условиями. В одних регионах сотрудники спецслужб, не покладая рук, тушат лесные пожары, в других ликвидируют последствия бушующих ливней. О том, что сулит на погода, расскажет эксперт Казанского университета. Чтобы понять, почему в разных регионах России погода может сильно отличаться, нужно вспомнить, что такое циклон. Это огромный атмосферный вихрь, образующий область низкого давления и много облаков, несущих за собой сильный ветер и дожди. Существует и антициклон. Здесь все наоборот. Высокое давление, мало облаков, солнечная и ясная погода. Несмотря на свой большой объем, ни циклон, ни антициклон не могут полностью занимать всю территорию России. Поэтому они умещаются вдвоем в разных частях страны и приносят абсолютно разную погоду. Таким образом, если в Европейской территории России властвует мощный антициклон, то за Уралом, как правило, формируется область противоположная, так, например, циклоническая область. Если для антициклона характерна такая аномалия тепла, то, очевидно, в антициклонической области будет такой мешок холода, как его часто называют. Циклон и антициклон относят к габарическим образованиям, которые сами по себе очень малоподвижны. Этим и объясняются застойные погодные условия, которые они приносят. Особенно людей беспокоит продолжительная аномальная жара, пик которой обычно приходится на июнь. Это объясняется разной продолжительностью дня и ночи. В период, когда ночи максимально короткие, а дни максимально длинные, вот этот вот прогрев позволяет подниматься температуре выше отметки в 30 градусов. Так, в июне был установлен ряд абсолютных температурных рекордов. Именно под действием этого фактора. Тем не менее, знойные дни, принесенные антициклоном, могут прерываться внезапными интенсивными ливнями. Например, в Казани за три дня, 2, 10 и 13 июля, выпала практически месячная норма осадков 67 мм. Такая переменчивость объясняется нахождением города вдали от центра антициклона, а также близостью фронтальных разделов, которые разделяют воздушные массы с разной температурой. Еще одним фактором появления внезапных ливней являются кучевые облака. Когда у нас интенсивный прогрев земной поверхности, интенсивное испарение, все это позволяет формироваться таким мощным кучевым облакам, мощным конвективным ячейкам. И если под облаком формируется мощный восходящий поток, а это закономерность, то также есть и мощный нисходящий поток, который формирует, по сути дела, шквал. Шквал – это сильный ветер, который не имеет явного направления. Такие явления носят локальный характер. Даже внутри одного города в отдельных районах может быть разное количество осадков. И подобные погодные сюрпризы сложнее всего предсказать именно летом, когда большую роль играют прогрев и испарение. Примерный прогноз погоды можно дать не дальше, чем на ближайшие три дня, а еще точнее – только на ближайшие часы. Поэтому рекомендуем не забывать смотреть прогноз перед выходом из дома. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универ Ньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова